Аниме смотри весь день! Что нужно для атаку? Большой мягкий диван! Что нужно для атаку? Цветной плоский экран! Хентай! Запускай! Юри! Посмотри! Устойся поудобнее и кайф лови! Испи! Предки твои ненавидят японцев за то, что тебе придумали слово НЯ! Каждый божий день одна и та же фигня! Это аниме тебе убьется! Но и думаете мне интересно... Привет, холопы! С вами ваш верный слуга, Орэсама! Думаю, уважаемый старший брат, это то аниме, которое вы могли увидеть только если искали представителей жанра Юрия. Возможно, кто-то не трухнул, увидев почти 40 серий и запустил это, а кто-то даже досмотрел до конца. Хотя все эти рожи... Если вы кто-то из этого списка, дайте знать все в комах. Если вы что-то иное, то же Волкунтуком. А перед непосредственно разбором самого аниме, пара слов о манге. Как я уже сказала, в аниме почти 40 серий, а вот в манге всего по 17 глав. И даже не 50 страничных. И так как аниме не перегружено водой, думаю, вы представляете, насколько сжата манга! Есть всего два момента, в которых манга выигрывает у аниме. Поцелуи Гагайни и Сэн Джуст, и еще Гагайню не выпускают у женского общества, потому что именно ее уход станет проблемой. В тот момент, когда в аниме нам затирали про правила, по которому нельзя уйти по собственному желанию, а потом все это правило нарушали... Остальное уже заметно хуже. Например, главная злодейка в аниме кажется нам интересным персим со своими конфликтами, а вот в манге она просто злая злая дня. Ну, а теперь к своему аниме. Это Гагайня, Нанака. Она приемная дочь одного крутого профессора. И вот она поступает в школу для крутых тянок, чья крута и завязана напрямую на бабках их бать. Не с ней в эту школу поступила ее подруга, Томако. Но девушек раскидал по разным классам, и Гагайня сразу же прицепилась к новой однокласснице, Марико. Да, загадочная, прекрасная брюнетка. Но тут мы ломаем шаблоны. Она хочет с Гагой именно дружить, не более. Марико у нас девушка немного замкнутая, и явно вся ее загадочность называется тараканами. Но не успела Гагайне понять, что такое ее новая подруга и чем ее есть, как начинать с выбора в некое женское общество. На нашей школе есть такой клуб, где выбирают самых-самых из учеников. Выбирают сами члены, если что. Отношения там основаны на швестер. Только вместо четких пар старшая сестра-младшая сестра, у нас тут просто много старших сестер и новички, которые по ним пускают слюни и выполняют мелкие поручения. В школе этот клуб боготворится, как незнамо что, и каждая мечтает в него упасть. Но тут судьба делать разворот и ворот и отправляет в клуб Нанако, а вместе с ней Марико. Это вызывает негодование у других учениц, так как Марико дочь паронаписателя, но все же богатого, а вот Нанако в школе только два дня, и вообще приемная. Боль чего Гагайни начинают травить, хотя это постепенно уходит на второй план. Ибо на первом у нас тараканы Марико и главы женского общества, Фукико, чью прозвище в данной школе Мия, а ее тараканы непосредственно связаны с двумя другими девушками. Да, блять, это девушки. Их зовут Каору, прозвище Каору Накими, и Рэй, прозвище Сэн Дюст. Вторая девушка страдает наркоманией, плюет на свое здоровье и вообще порой глюны хватает. Так что когда Гагайни на нее запала, кстати, в манге к этому подводили более плавно, нежели в аниме, ты просто вспоминаешь правила, что девочки любят или мудаков, или просто проблемных. Название данного аниме тоже не с потолка. Дело в том, что на протяжении сюжета Гагайни пишет письма своему названному брату, который тот еще сюжетный твист. Ну а теперь поговорим о плюсах и минусах. Плюс первый. Огромное спасибо за длинным растяжку. Я вообще не знаю причины, почему манга такая скомканная. Видите ли? Белая комната была первым представителем данного жанра, и не факт, что она бы окупилась. А здесь-то что? Данную мангу сметали, как горячие пирожки. Видимо, автор же просто ленивая жопа. Следующий плюс. Это оптимизм. Да, я видела огромное количество отзывов о том, что тут все очень плохо и драматично. Но аниме наоборот, очень даже хэппи-эндовое. Даже смерть одной из героинь тут обернули в положительное русло. Так как из-за этого другие героини начали стараться жить. Минусы. Минус первый. И один из основных для тех, кто хочет Юрия. Тут с ним беда. Как я уже сказала, Гагайни влюблена в Сент-Джуст. И у них даже любовный треугольник с Фукику. А также есть небольшая сюжетка о чувствах Марика к Каору. Но вот беда, это все сливают. Гагайни, о котором весь сериал так носится за Сент-Джуст, по итогу испытывает первую любовь. Внимание! С каким-то, ну, наймовым мужиком в конце. Марика к Каору на свадьбе Каору, которую тоже выдали за мужика. Куда ж без этого. Переживает больше, что та улетает в Германию и не вернется. А не о том, что ее краш тупо продинамил ее. И еще больнее это в манге. Дело в том, что один из тараканов Марика, это уверенность, что каждый мужчина хочет только секса. И если в аниме ей как лекарство дали мужика, который хотел с ней именно дружить, а девушка у него и так была, то в манге этот мужик, как услышал про ее проблему, внимание, захотел ей вдуть. Я не знаю, чем думала авторша, но подобное не похоже на любовь. Это лишь желание получить что-то недостижимое. Так что звуки шип-шипа главной героини в сторону ее подруги этого членоносца у меня вызывали омерзение. Ну и последняя проблемная пара. Фокико и Сент-Джуст. Сент-Джуст у нас настолько морально искалечена своей одержимостью к Фокико, насколько это вообще возможно. При этом в аниме Фокико ее еще и засосало. Да и вообще отношения явно не только платонические, а по итогу все выливается в то, что Фокико заявляет, что Рэй ее не любила. И не встретила свою первую любовь. И да, там вообще нет рецепт это. И вот ты сидишь такой, башка кругом, от этих откровений всего один ебаный вопрос. Кто додумался посадить от кликбейт? Я из него убила больше 16 часов в своей жизни. Минус второй и не менее важный. Это вот все, блядь, это. Я все понимаю. Все листика автора оригинала, начало 90-х. Но это пипец, как больно. Каждая секунда, это очередной статичный кадр. Помните, как я бомбила на стакан в обзоре на Еву? Он хотя бы был к месту. Тут же статичные кадры пихаются тупо везде, из каждой серии и все больше. Рожи первого года я еще могу терпеть. Но вот вам ГГ через год после событий сериала. Я понимаю, что авторши, судя по другим моим работам, просто фетиш на мужиковатых тянок. Но даже я такое уже не могу вынести, а я залипала на это и смогла посмотреть это. Ну и резкие движения тут тоже офигеть, как западают в душу. Уверена, что можно было бы сделать это не так болезненно, но нет. И да, вот этот чертов садист, измавающийся над моими глазами 40 серий подряд. Запишите его имя в книжечку. Я подожду. Оценочки. Рисовка 1. По изложенному выше причинам. Сюжет 9 из-за концовки. Персонажи 9 из-за нее же. Музыка 7. Она тематичная и по-своему прикольная, но вряд ли ее многие будут маниакально переслушивать. Итого 6,5. И это тот странный случай, когда я не могу точно сказать, рекомендую я это просмотрю или нет. С одной стороны, мне определенно нравилось смотреть этот сериал. Это была как поездка на американских горках. Только пока на американских горках тебя постепенно подводят к финалу, и ты выходишь максимально удовлетворенный тем, чтобы кишки чуть не вышли через рот. Тут тебя со всей дури прикладывают на стенку, а сверху придавливают еще и вагончиком, в котором ты ехал. И по итогу с горок ты идешь, думая, как вначале было круто, а теперь нужно госпитализироваться и придумывать, как жить со сломанными конечностями. И мой ответ. Ёбаные сука фанфики! Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok